События продолжают серию специальных репортажей, посвященных Дню России. На этот раз свердловские школьники в канун патриотического праздника отправились в кинологический центр. Там детям рассказали, как остаться в памяти пса на десяток лет, научить собаку искать взрывчатые вещества и даже сделать ей расслабляющий массаж. Обо всем по порядку, Алена Кононова. Да, 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 вот прямо вот так вот, прямо вот оттягиваю. Рабочие будни кинологов и их собак начинаются с массажа. Сегодня спинку псам мнут наши герои – Марина, Ильгиз и Семен. Щенку остается лишь расслабиться. Такие процедуры одновременно и заряд бодрости, и медицинское обследование. Так хозяин определяет, все ли в порядке у своего напарника. Ну а теперь на птицефабрику. Именно там пройдут занятия. Там побольше асфальта, побольше людей, побольше раздражителей. На часах 10 утра, но на базе кинологов рабочий день уже в самом разгаре. Встают здесь с рассвета. Воздух в это время свежий, и тренировать пса проще. А если заупрямиться, всегда поможет угощение. Корм. Сначала, смотрите, одну руку держите с одной кормом, вторую убираете за спину. Вместе с приятным вкусом корма в памяти этого щенка остался и запах каждого из ребят. Узнать его из тысячи пес сможет и через 10 лет. Что говорить о запахе взрывчатки? Учебную мину в комнате для тренировок уже закладывают наши подопечные. Далеко не прячьте, потому что мы только-только положили. А давайте сюда. Все. Дети справились. Очередь за хвостатым. Взрывчатку овчарка находит уже через минуту. Мы даже не ожидали, что так быстро она пройдет. Мы не очень быстро бегали. Из-за этого она много ошибалась. У профессионалов дети просят совета. Собаки есть и у самих школьников. Она Бусю палку ударила. Это моя собака. Вот Буся теперь к ней как-то хуже стала относиться из-за того, что у нее что-то, как сказать, даже не знаю. Оборвалось что-то, да? Чувство такта должно быть. В чувстве такта не откажешь Светлане Баженовой. С овчаркой-хантером девушка работает уже третий год. Охотник за запахами, абсолютный чемпион России по поиску и обнаружению взрывчатых веществ готовится к новым соревнованиям. Представьте, что это зал ожидания аэропорта. Задача собаки – определить, в какой из девяти сумок находится взрывчатое вещество. Мы используем учебную мину с имитатором запаха. Мину хантер находит менее чем за семь минут и срывает аплодисменты маленьких зрителей. И наши герои отправляются по ягоды. Такие плодовые клички у ищеек по соседству. Здесь живут собаки, которые работают в метрополитене. Амур и Юта уже отдыхают, а вот этот вольер пуст. Овчарка Искра сегодня на сутках. Работает в подземке. Неудивительно, что после такого знакомства дети всерьез задумались о работе кинолога. Мне интересно, потому что я в принципе сама люблю собаку и животные всякие. Там надо за собаку ухаживать. Вообще как-то не научусь, наверное. Я лучше по монту, да. Где нужно действия лучше, боевые. Во-первых, тут с собаками работа. Это первое. А второе, тут как-то приятный коллектив, мне кажется, будет. Потому что те, кто с животными работают, у них обычно характер хороший. Алена Кононова, Радик Аскаров, События ОТВ.